Тут чё-то все эти анекдоты связаны вот прям с выбит, потрахаться, дотрахаться, блядь, ебать. Сейчас, блядь, сдохнете все от смеха. У меня упал. Если учитывать, как трудно брать первый поинт на нумбане, если ты не умеешь правильно делать, правильно отыгрывать на этой карте, то всё. Избивают муравьи слона. Один из них забрался на дерево и кричит. Братва, разойди, сейчас я ему хребет ломать буду. Слон услышал этот крик, но не придал ему значения, потому что считал свою спину достаточно крепкой, чтобы выдержать удар маленького муравья. Однако он забыл, что дело происходит в разгерметизированном отсеке космического корабля, который летел с ускорением 833333333333,3 метра на секунду в квадрате, направленный противоположно той стране, в которую собрался прыгать муравей. Муравей находился над спиной слона в 3 метрах и весил 40 миллиграмм. Так что при отсутствии сопротивления воздуха во время полёта он имел кинетическую энергию примерно на 10 в степени 4 джоуля у спины слона. В результате прыжка слон оказался убит, а муравей стал героем Советского Союза посмертно. Суть в том, что слон услышал крик муравья о разгерметизированном отсеке, а это невозможно. Маленький негритёнок нашёл банку белой краски, он покрасил своё тело и пошёл к своей маме. Мам, посмотри-ка, я теперь белый, на что мама ответила, смой это дерьмо себя быстро, а потом отвесила ему хорошую плюху. Тогда мальчик пошёл к своему дяде. Дядя, смотри, теперь я белый. Дядя ответил, ты что тупой, иди и прими душ сейчас же. И тоже отвесила ему увесистого леща. Мальчик убегает к себе в комнату и плачет. Чёрт, я белый только 10 минут, а уже ненавижу этих проклятых нигеров. А вот интересно, у пидорасов есть проблема тёщи? Хотя у них, наверное, не тёща, а тёщ. Ха-ха-ха-ха. Ну вот, анекдот, значит. Попадает на необитаемый остров немец, американец и русский. Находят они бутылку, открывая, а оттуда джинн вылазит. Вы меня освободили, я за это исполню по три ваших желания. Почему? Американец говорит, что давай мне мешок денег и домой. Фука, и исчезай. Немец говорит, дай мне крючку пива и домой. И хоп, немец, всё, тоже исчезай. Ты просто взял, фух, исчез. А русский говорит, блин, а ведь хорошая компания была. Слушай, давай-ка мне большой ящик водки. Этих двоих обратно. Сидят зоофил, маньяк, некрофил и экстремал в одной комнате. Зоофил, вот бы сейчас котёнка трахать. Маньяк, а потом зарезать, некрофил, а потом снова трахать. Экстремал из-за угла, мяу. Моя девушка запрещает мне смотреть на других обнажённых женщин, поэтому я смотрю только на гей-порно. В общем, евреи, индусы, книги, расстановились в крохотной гостинице. Там осталось только один свободный номер с двумя кроватями. Кто-то третий должен был идти ночевать в сарай на Соломе. В общем, первый вызов с евреей. Я воспитывался в Кибуце, в Израиле, легко переночуя в сарае, сказал он и ушёл. И через 15 минут дверь постучали. А это еврей вернулся. В сарае я обнаружил с видью. Я не могу спать с нечистой свиньёй под одной крышей. Ну, типа, евреи, это там, свиньи, это там, грязное животное. Ну, тогда выступил индус. Нет проблем, я вырос в Бомбее. И совершенно спокойно переночую в чистом сарае со свиньёй. Ну, и он постучал в номер через 15 минут, потому что обнаружил в сарае корову. Живую, настоящую корову. Которая для индусов является священным животным. Он говорит, что не может спасти под одной крышей. И, в общем, наконец, поднялся ниггер. Ниггер поднялся. И он заявил, что вырос в Южном Лос-Анджелесе. И кистия и корова не помешает его провести прекрасную ночь в сарае. Через 15 минут в дырь кого-то постучали. На пороге стояли свинья и корова. Разрывная. Пиздец, блядь. Мальчик заходит в комнату, а там отец перед ноутом тропчет. Папа, что ты делаешь? Драчусь с ног. А скоро и ты будешь. А почему? Потому что у меня рука устала. Что говорит режиссер порнофимов, когда увольняется? Теперь ебитесь как хотите. В общем, анекдот про табуретку, значит, про табуретку. Слово. Че ты... Кирилл, блядь. Нет, это не то. А, вот. Значит, прибегает сержант к прапорщику. Товарищ прапорщик, там солдаты в казарме табуретку ебут. Раз... Разъяренный прапорщик врывается в казарму и... И хоп, всех успокаивает и строит. И начинает на них лорать. Ну-ка, сволочи, кто трахал табуретку, шаг вперед. И строй вышли все, кроме одного. Прапорщик к нему подходит. Вот молодец, несмотря на все трудности, связанные со сутью же снофола. И остался настоящим солдатом. Как твоя фамилия, сынок? Табуретка. Простите, я потерял станишку в вашем торговом центре. Можно сделать объявление по радио? Конечно. Наклоняйтесь к микрофону. Прощай, маленький уембок. Бабушка, отчего ты удалилась из одноклассников? Одноклассники кончились. Блин, грустно. Так, о, что-то украинское. На привозе у торгового места табличка. Один арбуз 13 гривен, три арбуза 40 гривен. Покупатель, дайте мне один арбуз. Платит 13 гривен, забирает арбуз. И так повторяется еще дважды. Покупатель, я купил у тебя три арбуза за 39 гривен. Хотя, тут написано, что ты продаешь их за 40. Какой же ты тупой торговец. Бля, ебать лох. Так, буквально на днях обоссался. Причем знатно и с диким охотом. Сплю я, значит, никого не трогаю. Наблюдаю охуенные сны. И вдруг, как это полагается по всем канонам, Соныч пытается меня обмануть, заставляя поссать. Я, как уже балалый снотворец, сразу понял, что тут наебка. Усилием воли сразу же себя разбудил. Пошел первым делом бросаться. Чтоб не повторить ошибок эмгыра прошлого. По пути Б беру телефон, листаю контакт, Натыкаясь на меме с бронетелка и сна не просит тебя боссать. Я не попадусь. Ехе-хе. Вот думаю, совпаденька, какое забавное. Поднимаюсь в стульчак, начинаю ссать, а молоча не идет. Я немного вахую. Начинаю напрягать все, что напрягается, чтобы как следует проссаться. И просыпаюсь обоссанным в своей кровати. Хитрый сон во сне я бы меня победил. Я таки обоссался. Прямо в одеяло налил. В итоге вытирался под боку с пятуном. Дико проигрывая с того, что два месяца... Два месяца назад была ситуация один в один. В тот же сон во сне я бы посылал. Мне такая хуйня, молят. О, Саша скинул какой-то прикол. Подожди-ка. Минуту назад я осознал... Я Джокер. Сейчас, посмотри. Подожди. Минуту назад я осознал... Я Джокер. Я просто начал танцевать на остановке как бешеный. Все начали ржать и мошиться. Зажатый пидорашка. Моя сальса сразила всех. Я Пустота. Я тот, кто насилует... Я не могу... Сейчас. Прямо мне аж нос забился. Минуту назад я осознал... Я Джокер. Я просто начал танцевать на остановке как бешеный. Все начали ржать и мошиться. Зажатый пидорашка. Моя сальса сразила всех. Я Пустота. Я тот, кто насил эту жирную мамашу с раку. Я танцевал прямо напротив гопников как дурачок. Гопники решили мне предъявить, и я обставил их дихо хохоча и пояснил им за все. Теперь я никого не боюсь. Я хожу и танцую как бог. Пидорашки дико ссут за меня. У меня огромные ножи 45 сантиметров. Отвертка и пистолет. Теперь я начинаю танцевать в любом случае. Я выше всех. Я высшина и ширина. Бойся меня выпал. Я выведу тебя на чистую воду и поцелую как Рафаэль. Соседнюю пустующую квартиру купили и перестерили туда бабку-чуханку из беременности. Через месяц появились орды тараканов, которые лезли через щели между квартирами, в которых в хрущобах, да и в на авиастроигах просто дохуя. Перепробовав всякую химию с переменным успехом. От Нанейма, Машеньки и Дерапта. Домиков с начинкой. Тараканы все это жрали. Дико жидко пукали, но разношались как и раньше. После того, как все эти пидоры постелились в микроволновке и роутере, я уже начал нервничать читать про вымораживание хаты. Наивный. Через несколько древремя обнаружил холодильники полярника. Эти уёбы, видимо, предвидели такой мой ответный ход и активно тренировались. Температура холодильники была им норм, так как бегали шутеры и дохнули, не собирались. В итоге я купил два десятка клеевых лопавушек домиков, с которыми в комплекте шла вонючая таблетка, обидивно пахнувшая для этих гадов. И всё. Растал в местах, где эти пидоры бегали постоянно на кухне. На плентуса от соседки и во всех местах под холодильником. Через неделю пиздос. Из розы приклеились, все мелкие вылупились из яиц. Там же и тоже приклеились. Тараканов нет. Для профилактики стоят теперь такие на стрёмных направлениях. Один-два в неделю попадаются, видимо, разведчики. А то Эрды нет. О, почитай вот это вот. Сейчас я тебе скину в ВК, блядь. Потому что мне стыдно уже, я такое даже читаю. Да, мне надо что-то интересненькое почитать. А вот тебе интересненькое почитать. Так. Вот как вы видите. Ношу с собой на работу хрючево по типу прикрил в пластиковом контейнере. Со стороны выглядит слишком по пидорашьи. Посоветуйте, чем заменить такой обед. Может, начать таскать бутерброд? Да широкие шурму не предлагать. Это вообще нищие. У нас рифт в контейнер. А когда придёт начальник, ты резко встань и начни обмазываться тем, что осталось. Ведь ты по-любому съешь часть говна. А когда обмашешься, отдай часть и скажи уполномоченный Чунга-Чанга к вашему суду. Двочую ещё и повысят, скорее всего, и отношения. В лучшую сторону поменяется, как к такому весёлому затейнику. Так. Олдом непонятный наш вайп 20 молодёжных слов 20-го года. Кринж кринжово. Что-то вызывающее чувство стыда или отвращения. Значение этого слова похоже на выражение «испанский стыд». В воспоминаниях вчерашнего вечера только кринж. Олды. Олд с английского старый. Обычно это слово используют в саркастичном контексте. Олдом называют лиц старшего поколения. Сейчас Олды налетят, начнут орать. Что при СССР такого не было. Скилл. Навык умения. Из всех полезных скиллов у меня только язык в трубочку скручивают. О, я так умею тоже. Ауф. Удовольствие или восхищение от увиденного. Их видеоклип просто ауф. И что? Токсик. Так называют. Токсичный человек. Это тот в присутствии которого ты чувствуешь себя некомфортно. Испытываешь внутреннее набежение. Мой начальник настоящий токсик. Не хочу ходить на работу. Вайп. Приятные ощущения. Это может быть эмоциональное состояние или атмосфера какого-то места. Целый день слушай музыку. Мой вайп. Краш. Ты мой краш. Либо я, либо никто. Этот шантаж. Вспомнили трек «Лавы Коки» не лето. Не знаете этих изволителей рассказывать. Краш это человек, который является вашим предметом обожания или влюбленности. Иначе говоря, тот, кому вы испытываете необъяснимые любовные чувства. Ого. Пипяу. Родни слова «пипец». Оценка какой-то неприятной ситуации. На улице просто пипяу холодно. Мужчина написал о том, как хотел мороженого, но кое-что пошло не так. За такой фейл больно даже спустя 30 лет. Слово «кринж». Кринге. Можно перевести как «карабит». Вызывает стыд или отращение. И именно так описывает ситуацию, о которой сложно думать без содрогания и неловкости. В воскресенье 25 августа пользователь твиттера по имени Энди Райан публиковал один пост о своей детской неудаче, о которой точно можно сказать это кринжово. Однажды я был в парке, и одна женщина закричала «Все, кто хочет мороженого, идите сюда». Я направился к ней вместе с другими детьми. Она раздавала им всё по мороженому, а потом спросила у меня «А ты кто такой?» «И тут до меня дошло, что все они – это её семья. Прошло 30 лет, а мне до сих пор неловко за этот момент». Блин, а будем ставить аватарки те, которые из Бравл Старса? Первое. 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 Продолжение следует...